Молитва благодарности Богу. Делимся с Отцом нашими желаниями и заботами. Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Сегодня в социальных сетях много показывают случаев, когда парень или девушка просто прохожим ударят или покупают цветы, обувь и т.д. Вы видели такие видеоролики? Друзья, нас Бог учит быть милосердными и быть щедрыми на добрые дела, и ничего не требуем взамен. И, конечно, мы даем и милостыни, и делаем дела любви, как нас учит Господь. Молитва благодарности Богу. А на наши молитвы мы всегда благодарим? Если Бог не сделал по нашей молитве, как говорится, не ответил, так что делать, благодарить или нет? И именно об этом мы сейчас поговорим. Присоединяйтесь к нам, когда мы открываем наши желания, мысли и эмоции нашему Небесному Отцу. Даже если есть что-то, чего мы не хотим, мы не должны бояться делиться и выражать свои беспокойства. Конечно, мы можем говорить все, что хотим нашему Отцу. Это видео посвящено молитве благодарности, соединению с Богом и встрече с Ним в молитве. Не упустите эту возможность получить ответы и встретиться с Богом. Подпишитесь, чтобы получать больше подобного контента. Благодарность на молитву. Друзья, смотрите, что будет происходить в этой сфере, за что вы молитесь. Это очень важно. Откроем Евангелие от Луки 17 главу, стихи с 11 по 19. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. И полниц к ногам его, благодаря его. И это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Это Евангелие от Луки, 17 глава, стихи с 11 по 19. Тут из десяти исцеленных один вернулся поблагодарить Господа за исцеление. А если мы просим за работу или за внука? Всегда нужно помнить, что мы говорим Богу, о чем просим, зачем? Во-первых, положительный ответ – молитва благодарности. Во-вторых, отрицательный ответ – Бог ничего не сделал. Нужно посмотреть, почему Бог не сделал, задать вопрос. Друзья, Отец Небесный Господу тоже не ответил на Его молитву, на Его желание, чтобы Его миновала чаша наказания. Но, но исполнилась вторая часть молитвы – да будет воля твоя. Подари мне машину. Например, такая молитва. «Отец мой на небесах, мне нужна машина для работы, я так думаю. Дай мне, я хочу машину Рено Каптур. Но ты знаешь лучше. Пусть будет воля твоя на машину для меня. Аминь». Кто молился на примере этой молитвы? Если да, поставьте лайк под видео. Если Бог дал спасибо Ему, а если не дал – в обиде уйти? Тут исполнилась вторая часть молитвы – да будет воля твоя. Если Бог не исполнил наши желания сегодня, ничего страшного, значит, такова Его воля. Если остались вопросы «почему?», просто так же прийти в молитве и спросить, «почему ты мне не даешь машину?». Не нужно бояться. Не зря нам Господь показал Бога как Отца. Нужно не бояться приходить к Отцу с вопросами. Он обязательно ответит. Молитва любви. Выражение всех своих эмоций Небесному Отцу. Этой молитве, которой молился Иисус в Гесиманском саду, Он учит и нас. Помните? Откроем известное место из Писания на горную проповедь. Евангелие от Матфея 6 глава, стихи с 9 по 13. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, вовеки. Аминь». Это Евангелие от Матфея 6 глава, стихи с 9 по 13. Более детально рассмотрим стих 10 и 13. В 10 говорится, «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Здесь Господь учит нас молиться о том, чтобы воля Божья была на земле, как и на небе. Как и в Гевсиманском саду, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. Иисус Христос Сам молился, учил Своих учеников, и мы будем так молиться. Скажите Аминь, друзья. Молитва благодарности к Богу. Делитесь своими мыслями и чувствами. Закончим тему молитвопрошения. Будем открывать свои желания, мысли, переживания перед Отцом Небесным. Даже если мы чего-то не хотим, не боимся рассказывать, поделиться своими переживаниями. Конечно, можем говорить все, что хотим, чтобы у нас было. Свои прошения и за себя, и за других. Это молитва нашим разумом. А дальше мы будем говорить о ходатайственной молитве, ведомой Духом Святым. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Господь о благодарности. Более того, мы еще много будем говорить на темы молитвы, Бога Отца, Иисуса Христа и, конечно, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего позволения сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.